А что за съемки? Это нас фиксирует. А его сама вот здесь нету? Нету, да? А вы кто сами-то? Ну, сообщите, что мы хотим принять ей буквально. А вы не с вами на съемку вообще? Обычно, да, у вас дети получают травму? Я просто не имею права разговаривать. Вы не предприняли никаких мер, когда произошла травма? Мы можем ряд приложить, максимум. Мне передали только что, вы можете обратиться на почту. Алло, Роман Александрович, администратор говорит о том, что он неуполномочен. Ага. Межрегиональный правовой центр представляет интересы граждан и юридических лиц по уголовным, гражданским, административным и арбитражным делам. Судебная практика МПЦ публикуется по окончании каждого видео. Работаем в Москве и Санкт-Петербурге и по всей территории России. Закон защищает тех, у кого хороший адвокат. Все истории реальные, и каждая история имеет свое окончание. Ссылки на продолжение роликов вы можете найти в описании видео. Если нет ссылки, значит история еще не окончена, но обязательно будет опубликована после завершения дела, либо в итогах года, либо в нашем Телеграм-канале, ссылки на которые также в описании каждого видео. Кроме того, в Телеграм-канале публикуются новости МПЦ, решения судов и анонсы предыдущих выпусков. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Друзья, всех приветствую. В начале мая к нам обратилась мама несовершеннолетней Алены, которая около двух месяцев посещала спортивный комплекс, где и произошла эта беда. 24 апреля 2024 года наша клиентка с мужем отвели дочь на занятия. Тренировка происходила на батутах, инструктажа никакого не было. На видео с камеры внутреннего наблюдения мы видим, что тренер Вера Белянкина тренировку проводит в собственном телефоне. Дети предоставлены сами себе, хотя кто знаком с батутами знает, что это достаточно опасный снаряд, хотя бы в части нагрузки на позвоночник. Но Веру это не беспокоит. Ее задача отбыть время и получить свои деньги. Как только занятия закончились, тренер Вера вышла в вестибюль вместе с детьми. Девочка сразу подошла к родителям и пожаловалась на боль в спине. Сказала, что ей тяжело дышать. Отец Алены взял на руки дочь и спросил, что произошло и где болит. В этот момент к родителям подошла и тренер Вера Белянкина и также сообщила о том, что во время занятий у Алены заболела спина. Тренер попыталась свалить ответственность на другого тренера. Якобы Алена ушиблась на прошлой тренировке 20 апреля 2024 года у тренера Андрея. Но родители Алены объяснили, что она получила легкий ушиб мягких тканей, но не позвоночника. У девочки ничего не болело, поэтому они и спокойно пришли на тренировку 24 апреля. А спина заболела в области лопаток именно на этой тренировке. Тренер Белянкина вместо того, чтобы доложить руководству о происшествии и вызвать скорую помощь, стала советовать родителям, чтобы те дома вытянули девочке позвоночник, закинув ей ноги за голову. При этом пыталась показать, как это делается на уже травмированном ребенке. Родители поверили тренеру, что возможно действительно Алена потянула спину и они все отправились домой. На утро следующего дня, 25 апреля 2024 года, боль не прекратилась и мама с Аленой обратились за медицинской помощью в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу города Москвы, где был поставлен диагноз «компрессионный перелом трех позвонков». Девочка была сразу же госпитализирована. 25 и 26 апреля отец Алены приезжал в спортивный комплекс, чтобы поговорить с тренером и руководством, но с ним разговаривать не пожелали. А 27 апреля тренер Белянкина пропала из списков работников этого комплекса. Скотское поведение руководства комплекса заставило родителей Алены обратиться в МПЦ и мы, разумеется, отправились за разъяснениями. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нам бы попасть к индивидуальному предпринимателю Романа Александровича. А его самого-то здесь нету? Нету, да? А вы кто сами-то? Мы представители. А что за съемки? Это нас фиксирует, наша работа. А какие представители, кого? Родители. Так, к нам бы кого-то на этот руководство, да. И Романа Александровича здесь точно нет. Ладно, Роман Александрович, кого-нибудь из руководства, кто? Администратор, представитель, все организации. Там есть. Ну, сообщите, что мы хотим прийти. А у вас есть разрешение на съемку вообще? Ну, у меня, мою работу снимают, поэтому не обращать внимание. Так и есть разрешение. Нет, это в магазинах можно не обращать внимания. Разрешение есть, не переживайте. Ну, скажите разрешение. Как оно должно быть? Дали МГТС вообще. Отлично. У нас разрешение. Пригласите, пожалуйста, нам кого-нибудь от руководства. Разрешение есть, оно нам... Мы ей все покажем. Да, и покажем, все будет хорошо. А что вы хотели бы у вас? Мы бы вопросы решить. Ну, что же... Из органов? Нет. Мы подставили. Вопросы бы хотели решить. Подождите, а сейчас до администратора... Да, конечно, конечно. Представать хочется долго разговаривать. Она свои требуется и правильный контроль. Согласен, да, ничего. Решение есть. Пытаемся войти в ваше положение. Нам нужно решить наш вопрос. Общими усилиями должны дойти до руководства. Потому что здесь его нет. Он здесь редко появляется. Какое-то время, да? У него там тренировок, занятий и так далее. Ну, ладно, сейчас выйдет. Да. С третьим. А далеко идти до администратора? Да. Далеко, да? Сейчас подойдут они. Что-то долго нет. Нет, потому что не работает у нас. Полетенство надо поднимать. А, да? Здравствуйте. Здравствуйте. По какому не работаю? А у нас тут произошла травма у ребенка. И хотелось бы по этому поводу поговорить. Может, пожалуйста, фамилию. Что за ребенок? Может, давайте сядем, может быть, или там пойдем. Я просто не имею права разговаривать. Я сейчас передам руководителю, и он уже будет решать этот вопрос. Ну, если вы не имеете права разговаривать, давайте тогда пригласим того, кто может это делать, и с ним уже будем комментировать. Мне просто нужно передать информацию, что за ребенок. Ну, мы передадим непосредственно сами, но не через третьих лиц. Это же персональные данные. Ну, меня попросили узнать, что за ситуация. А где, кто попросил, где они сами? Наша управляющая. Так можно пригласить или, не знаю, может, мы придем. Ну, она далеко, если нужна, она приедет. Ну, давайте, да, подождем, нужно. Только мне нужна информация, что за ребенок. Он приедет, передадим. А я же не знаю, кто вы. Нет, мы не можем так. Мне нужно выяснить. Мне дали четкую задачу. Вы только что пришли, сказали, что я не могу разговаривать, но вы хотите получить информацию. То есть, и мы не можем вам разглашать персональные данные третьим лицам. Администратор. Соответственно, вы лицо, которое на самом деле текущие вопросы может решать. И вы обязаны принять претензию и, как бы, разрешить ситуацию. Дальше, если вы видите, что этот вопрос может быть не в вашей компетенции, тогда вы вызываете, кого вы считаете нужным. Я передала информацию. Сейчас подожду ответ. Хорошо. Фамилия ребенка вам нужна? Да. У вас каждый день дети получают травму? Нет, просто попросили спросить. Нет, каждый день вы не знаете, о каком ребенке, не догадываетесь сами? Я просто не знаю этого ребенка. Понятно. Но у вас это не экстраординарная ситуация? То есть, обычно, да, у вас дети получают травму? Подожди, наверное, пока сейчас уточнение будет. Так сказали, что пока мы не сообщим, никто не приедет. Но вы же, как администратор, обязаны текущие вопросы решать. Мы же не сказали, что вы сейчас должны принять решение по ситуации? У меня нет такого права решать такие вопросы. Мы не поможем. Девушка, как вас зовут? Мария. Мария, меня Вадим. Я вам скажу проще. Вы не принимаете решение, если вы неуполномочены. Но выслушать, понять, кто у вас будет решать, вы должны, поскольку вы администратор. Дальше вы уже в своих компетенциях смотрите. Это ваш вопрос, не ваш. Дальше, кто в вашей организации его решает? Скажите, пожалуйста, вот Роман Александрович, он как часто бывает здесь на занятиях? Смотрите, мне передали только что. Вы можете обратиться на почту Романа Александровича, он решит вопрос. Хорошо. Только на почту? Какую почту? Я могу вам написать. Нет. Электронная? Так не работает. Электронная почта. Нет, так не работает. Вы можете ответить, если пытаетесь через мессенджер общаться и скорректировать наше движение. Скажите, что так не работает. Мы пришли вручить претензию, узнать обстоятельства, как работает здесь, как, вернее, проводит занятие Роман Александрович. Если есть администратор, то переговори с администратором. Если есть кто-то из руководства, то пускай, не знаю, там подойдет. Мы также с ними любезно поговорим. Но не так, что по смс-ке идите на почту и занимайтесь чем-то. Там даже не на почту, там электронная почта. Электронная почта, да. Так не работает. Но понимаете, что если будет разговор устраиваться в таком русле, то мы будем вынуждены вызвать сотрудников полиции и при присутствии сотрудников писать заявление и вручать вам претензию. Если это как бы так нужно, то мы в любом случае это сделаем. Если нет, то передайте, с кем вы там ведете беседу, что нужно выслушать, получить претензию и потом уже принимать решение. Потом вы будете вызывать этого Романа Александровича, задавать ему вопрос. Возможно, мы дополнительно приедем и поясним. И будем разбираться во всей этой ситуации. Но не так, что электронная почта и занимайтесь там. Смотрите, чтобы поговорить с нашим руководством, нам необходимо написать на почту и согласовать день встречи. То есть заранее, чтобы они были на месте. Это ваши внутренние правила, правильно? Да. А у нас есть другие правила, что мы можем прийти к руководству данного заведения в любое время, в рабочие часы вернее, и подать претензию. Это вот законодательство, вам так сказать. Вы сотрудник организации Варьер? Вы обязаны принять, любой сотрудник организации обязан принять претензию. Суповодство, я не имею в виду. Послушайте меня. Федеральный закон сказал, любой сотрудник организации обязан принять претензию от потребителя. Вы не принимаете по ней решения. Вы не делаете выплаты, не делаете действия. Сложно будет сейчас донести. Может быть, созвониться, с кем вы переписываетесь. Может, вы наберете, может, отстаньте донести. Тем более, вы администратор. Можно и созвониться. Да, я так понимаю, что вы сейчас просто войдете в ступор, и не хочется, как бы у вас вставить в неловкое положение. Мы пытаемся до вас донести, что нужно получить претензию и получить какую-либо информацию. К вам лично вопросов нет. К вам лично. Если нужно какое-то время подождать, мы подождем, пока там человек освободится, ему будет комфортно разговаривать. Я понимаю, что его здесь нет на рабочем месте, но, тем не менее, вы здесь есть в лице того, кто может принять претензию и потом уже дальше разбираться по этой ситуации. Возможно, будет повторный там приезд наш, чтобы обсудить уже непосредственно и с руководством, и с Романом Александровичем, и со всеми, кто здесь причастен к этому событию. Фамилию ребенка не знает, а вот тренера знают. Мне сказали, я могу вам дать почту, вот как раз-таки нашего руководителя. Ну, вы, может быть, неправильно донесли то, что мы вам сейчас говорим. Позвоните со своего, включите громкую связь, мы попытаемся объяснить, что мы хотим. Почему вы уходите от контакта, от лишения вопроса. Мы предпринимаем попытку урегулировать вопрос, не знаю, там, в досудебном порядке, это раз. А в чем проблема его добрать? Вы говорите на почту, на электронную почту. Это вообще, ну, можно воспринять как неуважение. Интересный формат переговоров, да, то есть мы говорим, обрабатывается информация, вот там передается через сообщение, там, не знаю, как это воспринимается, и какой-то ответ. Девушка, вы сотрудник организации, претензию будете принимать? Я не могу принимать такую претензию. Потому что я не начальство. Подождите, администратор, это кто? Что такое начальство? Ну, неужели сложно согласовать, не знаю, там, в пяти минуты переговора, мы подадим претензию? Да, я понимаю, что у них, я вот, кто отвечает на том, на том конце провода, вот, вот. Да не надо за них решать, у меня есть прямые обязанности, которые мы должны исполнять. То есть она руководствует не с прямыми должностными обязанностями, а тем, что ей говорят. Так есть руководители скажут там, нет, не можем. Нет, не можем. Давайте я вам противоположню. Ниша, слайд-то есть. Плюс семь. Алло, да. Алло, Роман Александрович. Да, давай. Здравствуйте, меня зовут Мухтар Саидович, являюсь представителем родителя ребенка, который занимается в вашем центре. Ага. Скажите, пожалуйста, вот мы приехали с претензией, хотели бы вручить, вот администратор говорит о том, что он неуполномочен принимать претензии и решать какие-либо вопросы. Вот, можете ли вы донести до, ну, администратора о том, что нужно принять претензии, в последующем готовы там повторно приехать и разъяснить, то есть собраться всем и решить этот вопрос. Претензии к рецидивке имеете в виду? Да. Ну, так будет, конечно, дайте, в чем проблема-то. Так я не понимаю, почему администратор говорит о том, что она неуполномочена принимать. А кто из клиента, кто такой хочет? А вот как раз-таки вот сели бы за стол переговоры и начали бы обсуждать, а тут как бы... Так, конечно, вы же не в курсе, вы же даже пригласили, не написали, мы появились так в гости. Ну, у нас есть такое право прийти так в гости. Да, ну я понимаю, мы же на месте тоже не можем постоянно... Ясно, но есть администратор, полномоченное лицо, то есть мы же не домой пришли, а в организацию, сами понимаете, да, что есть лицо, представляющее интересы, принимающее входящую и исходящую корреспонденцию, и в дальнейшем принимающее там решение, куда его перенаправить, к тому полномоченному там по решению вопроса. Может, конечно, и предсудимку дать, пожалуйста. Она расписывает, что она и получила, в этом проблем нет никаких. Роман Александрович, я правильно понимаю, что вы Емельянов, да? Да, да, это я. А, то есть мы к вам, да, с этим вопросом пришли? Конечно. Скажите, пожалуйста, вот у нас была травма у ребенка, вот какие, не знаю, там, действия по решению этого вопроса у вами были предприняты? Ну, а ребенка-то какого? А у них что, каждый день травма ребенка происходит? Что по телефону не хотелось бы... Ну, пришли ко мне, даже они не представились, какой ребенок пришли ко мне. Ну, мы по телефону, по телефону сложно представляться, понимаете, да, персональные данные и так далее, то есть я даже не знаю, что вы Роман Александрович... Представляйте, да, предсудебку, мы посмотрим. Администратор пусть нас примет тогда. Да, скажите, чтобы администратор нас принял, а то мы тут в поезд стоим, и было бы хорошо, не знаю, там пройти и принять. Кстати, вас администратор слышит. Ну, а что, вы предсудебку и дайте, и все? Ну, дадим, конечно, сейчас. Она примет? Да, да. Можно уходить. Ну, что вы хотите? Хорошо, ладно, ну, по телефону мы сейчас ничего не обсудим, ничего не решим, вот. Нам главное, чтобы администратор получил претензии, в дальнейшем, там, может быть, мы согласовали бы встречу по... Решение этого вопроса. Да, хорошо, нет, нет проблем. Вот, ну, контакты уже, в принципе... А вы слышите, что можно принимать? Да, я приму. А, ну, все хорошо тогда. Ну, ладно тогда, если вдруг какие-то вопросы будут, это мой контакт, я являюсь представителем, и ваш, я так понимаю, тоже можно записать, да, на всякий случай? Да, конечно, записывайте, не проблема. Ну, все хорошо тогда, всего доброго, до свидания. До свидания. Так, куда можно пройти? Вы можете мне передать, как он и сказал. Так, а нам входящий нужно поставить и обещать о том, что вы получили. А, да, давайте. Да? Угу. А, вера Белянкина, у вас работает тренер? Нет, я-то, вон, у нас не работает. Не работает. А как давно? Месяц, наверное, точно, может, больше. Это вам? Так, и на нашем можете поставить отметку где-нибудь здесь. Ну, где вам, вы можете, вот здесь вот. Фамилия, должность и дата, будьте добры, Мария. Ну, кто принял фамилию, инициалы, ваша должность, дата сегодняшняя, ну, подписи уже поставили и печать организации. Я бы хотел, Мария, чтобы вы довели Романа Александровича в следующую информацию. Он у вас общается с вами, видимо, только по WhatsApp, и, к сожалению, проверить достоверность адреса его электронной почты никогда не представляется возможным, потому что, вот вы говорите, конечно, я вам верю, что это его почта, но дошло, не дошло письмо, сами понимаете, технические сбои, они тоже бывают. В данной ситуации ребенку нанесен вред, и тяжкий вред, понимаете, нанесен именно здесь. Ребенок проходил лечение в больнице. Сейчас ребенок находится в лежачем состоянии, ребенок несовершеннолетний. Есть такая чудесная статья уже уголовного кодекса, называется 238. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие вред потребителю. В данной ситуации вред потребителю нанесен именно здесь. Поражает другое, что вы не предприняли никаких мер, когда произошла травма. Просто никаких мер. Предложили маме заниматься самолечением ребенка, что повлекло ее поездку в лечебное учреждение, откуда она была госпитализирована в больницу. Поэтому, если Роман Александрович так спокойно говорит, ну оставьте досудебную претензию и прочее. Есть чисто гражданские отношения. Это когда некачественный товар продан, паркет неправильно положили или еще что-то. Но когда доходит до вреда жизни и здоровью ребенка, тут уже можно рассматривать и вот это. Честно сказать, это хорошо, что вы дали телефон Роман Александровичу, потому что, в принципе, следующим шагом было бы сюда вызов следственной оперативной группы СОГО и написание заявления по 2-3-8. Если Роман Александрович как бы готов решать вопрос в досудебном порядке, то есть никто не хочет никакой крови, но банально возместить моральный и материальный вред, материальный, наверное, вспоминаем 15-ю, 10-ю, 64-ю гражданского кодекса, а моральный вспоминаем 150-ю, 15-ю гражданского кодекса. Ну, все-таки его надо возместить. Ну и 15-я статья о законе о защите прав потребителей про моральный вред тоже. Поражает другое, что, зная о ситуации, вы такие спокойные, она ведь произошла в конце апреля, месяц прошел, и ваш тренер, они прекрасно знали. Ну, как я побеседовал с мамой ребенка, маме сказали дословно, хотите, я вам покажу на вас, как надо лечить? Ну, надеюсь, эту информацию донесут. Просто донесите информацию. Скажите, пожалуйста, у нас еще вопрос по поводу карточки, правильно, да? По поводу абонемента, да? Скажите, что у нас с абонементом на сегодняшний день? С нашим, можете посмотреть все? И сын, и дочь. Давайте сначала с Аленой начнем, потом. Была приостановка с момента вот этого вот события? Да. Да, приостановили, да? У нас было 8. Так и осталось, да? У меня там уже ничего не рассвечивается. Мне надо закрыть, и мы больше не верим-то взвиваться. Оформите тогда заявление о возврате? Да, конечно. С той части, которая осталась. Какие услуги оказывает индивидуальный предприниматель Аман Александрович? Есть перечень? Он наш руководитель. Просто руководитель. В лице руководителя какие вот упражнения, или, может быть, какие-то танцы, я не знаю, боевые искусства какие-то преподают. Вы же нанимаете, допустим, руководитель нанимает каких-то тренировок, правильно? Как звали наши? Вера Беляненко. Ее наняли как сотрудника, правильно? На сегодняшний день она не работает. Видимо, после вот этого инцидента ее уволили. То есть после этого инцидента ее уволили, да? И какие меры были в отношении ее предприняты? Если честно, я не знаю. Не знаете? Просто, знаете, потому что ее уволили? Я знаю, что да, ее уволили. Ну, то есть, смотрите, первая часть, вы для предотвращения таких же случаев уволили тренера, в результате которого нанесен вред ребенку. Первая часть, в принципе, правильная. Ну, чтобы другие не нанесли. Так, ну а выйти на маму, почему не вышли, не знаете? Я не знаю. Ну, сейчас мы сами... А это вашу смену было или другой администратор был? Нет, не знаю. А сколько всего администратора? Ее администратора. Если происходит травма ребенка, что вы делаете? Пишем заявление о травме, если это травма для вас зафиксирована. Куда заявление? Родитель пишет заявление, премьер пишет. Нет, родителей нет на занятии. У вас травма произошла здесь. Тогда что вы делаете? Мы помещаем родителей. И все это, конечно. Показываем помощь, мы собираем вам отъявлено все. А можно пошагово? Вот подходит ребенок, говорит, у меня травма, все болит. Вы делаете что? Первым делом вы предупреждаете родителей. Каким образом? Созвониться с родителями. Мария, насколько я понимаю, первым делом надо помощи оказаться. Ну ладно. Я просто пытаюсь понять, что делалось и почему не сделано. Я не могу вам ответить. Тогда же вы, если вы не в этой смене, у вас подход один и тот же. Мы оповещаем родителей, вы за главным складом. В нашем случае, я так понимаю, что скорой не было и первой помощи не было. Я так понимаю, что как-то может быть... Не знаю. А как-то зафиксировано это случилось? Я не знаю. Ну, там фиксируется в карте ребенка, что произошло такое. У вас же компьютер есть. В карте не фиксируется. Ну, она говорит о том, что родители, уведомляют родителей о том, что произошла травма. И вызывают скорую при необходимости. Могут еще оказать сами самостоятельно какую-то помощь. Мы можем ряд приложить. Ну, максимум. Лед? Ну, если это лучше. Если травма более тяжелая, то это только скорая. Угу. Все. Ну, мы вас услышали, поняли ваш подход к решению. Ну, там, таких вот. Вы его принимаете под роспись, имеется в виду, сходящим, или же просто принимаете? Просто принимаем. Тогда нам нужно будет сделать... Тоже отметку сделайте, пожалуйста. Да, отметку, и мы здесь от себя отфотографировали. Как видите, отметку? Можете дату поставить, фамилию. В какой срок у вас возврат происходит? Семь дней. Максимум. А записи с камер сколько у вас хранятся, Мария? По-моему, месяц хранятся. Так. Вот смотрите, написано, ведется видеонаблюдение и запись звука. Вот можно записи сейчас поднять, ваши записи? Это через Романа Александровича, потому что у нас нет доступа к записи. Вы можете ему передать эту необходимость? Просто у вас очень хорошо, что ведется видеонаблюдение и запись звука. Камера, это же беспристрастный фиксатор. Ну, также вот входящие, это вам остается. Здесь также поставить о том, что получили заявление от сканира. Задайте вопрос Роману Александровичу. Нумерации нет, шнуровки нет. Вообще, вот это хоть кто-то читает. Спасибо за критику, это позволяет стать лучше. С тренером, администратором проведена беседа. Отвратительное качество тренировок. Процесс невозможен с таким подходом. По уважительной причине не пускаю после 15 минут. Трата времени. Деньги не возвращают при расторжении договора, особенно не совета тренера Трухляева. Следующее. Прошу руководства обратить внимание на жестокое обращение к детям со стороны Трухляева Алексея. Ну и далее. Считаешь, такая форма обращения. Он на них орать, он отбивает желание заниматься. Я, мама, такой-то присоединяюсь провести. И так далее. Хоть кто-то это читает. Мы читаем. Трухляева Алексеевна с большими работами. Мария, вам спасибо. Спасибо за терпение. Надеюсь на обратную связь. Просьба передайте, Роман Александрович. Первое. Это записи. У вас очень хорошая надпись. Ведется видеонаблюдение и запись звука. Вот. Это первое. И второе. Да, а почту дайте его, пожалуйста, все-таки. На всякий случай. Вдруг пригодится. А, вот, кстати, Вадим Геннадьевич, вы говорите по поводу почты. Если у вас есть жалобы или предложения, обращайтесь на почту к руководителю. Да, да, да. Пожалуйста. Это он? Отдельно выведенная вывеска. То есть их, видимо, настолько много, что заказали табличку. Не есть жалобы. Мало. Прямо, да. Это первый раз такое вижу, на самом деле. Ладно, тогда. Мария, вам всего доброго. До свидания. Вы снимали? Да, все хорошо. На ролик хватило. А вы хотите дополнить и добавить что-то для ролика? Мне, честно говоря, ролик не нужен. Надо решение вопроса. Это с ними решать. С ними. С такой чудесной охраной, вы знаете, даже пройти как на боевой объект. Ну, у нас же тоже есть инструкция. Инструкция закона не может противоречиться. Вы чёп? Чёп. Удостоверение охранника. Можете показать? У вас есть полномочия смотреть? У меня? У любого гражданина. Я сейчас... Я знаю закон. Вот спокойно. Сейчас под камеру я вас прошу. Вот сейчас я вам просто говорю. Вы бы наш чёп без удостоверения не берут. Вот вы обязаны показать его гражданину. Я покажу. Ради Бога. Отлично. Я не имею права брать в руки. Вот. Замечательно. Всё. Отлично. Отлично. Вот вы всегда спрашиваете... А почему? А я вот не обязан. Да что вы говорите. Да вот я не обязан. А на пропускной режим он не может пропустить на объект, вот, не знаю, человека. По документам, согласно инструкции. Вот туда я показал паспорт, а дальше данные вы мои не имеете права записывать. Так а мы с вашего согласия, мы вас не требуем, чтобы мы вас записывали. Мы же не заставляем, чтобы записывать. Если гражданин не согласен, чтобы записывать. Всё-таки не зря вас Росгвардия протлевает, раз удостоверение всё-таки показываете. Потому что мы закон о частной направленности знаем. Вы молодцы. Не все так его знают и исполняют. По просьбе гражданина мы можем показать. Ладно, всего вам доброго. Удивительный директор. Спрашивает, как фамилия ребёнка. Такое ощущение, что дети в этой шараге травмы получают ежедневно. Хотя, судя по отзывам, в книге жалоб так оно и есть. На нашу претензию директор не ответил. С родителями Алены также не связался. Не поступило даже извинений от этого уже можно с уверенностью так сказать негодяя. Зато с родителями девочки уже связались следователи следственного комитета. И директора скоро ждёт масса новых открытий и откровенных огорчений. И мы, разумеется, этому максимально поспособствуем. Всем любви и добра. А Алене скорейшего выздоровления. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok